ответственно приветствую вас дорогие друзья подписчики гости канала и просто случайные зрители сегодня я попробую реанимировать вот этот е 3276 это мегафоновская версия м 150-1 и на этот раз это модем от подписчика и на этот раз я попробую реанимировать его при помощи вот такого приспособления для игольчатой методики но если раньше я в гайдах писал что там надо просто замыкать вот эту точку но для игольчатой методики замыкать на массу вот каким-то вот таким вот образом да то сейчас у меня вариант немножечко отчасти попроще и лично для меня он поудобнее что я сделал я просто взял шуб от мультиметра припаял его вот сюда на usb разъем чтобы по сути получилось то же самое но главная фишка в том что то что это usb тестер это как бы еще фиг с ним но обратите внимание сейчас на амперметре нули но его можно подключить таким образом вот зажимаем кнопку включения подрубаем и здесь написано off то есть он выключен и мне это только на руку потому что как раз подключение модема именно по игольчатой методики это один из самых ответственных так сказать моментов так вот у меня все необходимое идем в диспетчер сейчас будем все это дело отслеживать здесь у нас должен появиться порт так касаемся точечки вот появилась то есть видите в чем прикол мне по сути не надо было там как-то с пинцетом все это дело фиксировать и уже в таком виде подключать сначала подключил потом подал питание так симптоматику я уже ранее показывал он в диспетчере никак не определялся но если его подключить без укола поэтому сразу воспользуемся игольчатой методики пока что обойдемся без стирания без стирания nvm поэтому выбираем первый вариант загрузчик пошел вот переопределился в два порта это хорошо и запускаем лечебную прошивочку 470 это у нас для е 3272 но вообще она предназначена как раз вот для модемов е 3276 в том числе которые были неудачно прошиты и после прошивки которых модем никак не определяется в диспетчере устройств это уже не первый случай на моей практике поэтому ну как бы уже руку от части набил ага не хочет вот это уже интересно а почему при этом судя по всему модем находится тут но тут на камеру скорее всего не видно он достаточно часто моргает сейчас немножечко его как-нибудь так подогну вот так вот видно что он нас моргает яркость убавлю чтобы вот так вот поведение индикатора у кое-как более-менее видно так не хочет давайте тогда сначала попробуем сервисную прошивку закинуть хотя я не удивлюсь если сейчас и это не прокатит потому что флешка здесь микроновская а микроновские флешки они как-то ну такие себе не очень так на этот раз девятнадцатая ошибка вот это уже любопытно с такой симптоматикой я к сожалению пока что не сталкивался тогда сейчас попробуем уже с очисткой по ходу тут кранты уже самой флешки так тестер выключен опять замыкаем так и на этот раз будем делать уже полную очистку все загрузка окончена и опять сейчас попробуем закинуть одну из этих двух прошивок модем переопределился сначала попробуем лечебную хотя я не удивлюсь если результат будет тот же так и опять семнадцатая ошибка соответственно здесь скорее всего опять будет девятнадцатая пробуем ухта смотрите-ка пошла сервисная прошивочка с полной очисткой посмотрим даст это что-то или нет так прошивочка у нас загрузилась возвращаемся в диспетчер и сейчас будем смотреть как у нас тут идут дела так модем переопределился сейчас посмотрим что нам так мы здесь вроде бы как сервисная прошивка встала нормально сейчас модем ушел в перезагрузку судя по всему так порты есть сейчас поверх нее попробуем накатить вот эту лечебную так сейчас модем ушел в перезагрузку в принципе это нормально так но здесь у нас опять ошибка семнадцатая блин немного не то чего я ожидал ну да ладно в принципе игольчатая методика загрузки нам пока что не понадобится сейчас можно будет уже подключиться напрямую то есть уже прям вот так это пока уберем сейчас тогда попробуем раз не хочет зашиваться лечебно сейчас она попробуем зашить рабочую глядишь прокатит шить буду наверное 470 хайлинк так порты есть так давайте посмотрим пойдет или не пойдет так что-то уже второй раз перезагрузился процессе а вот все-таки пошла загрузка то есть рабочая прошивка у нас все-таки залетела ну чтож пока неплохо я думал будет хуже так рабочая прошивка у нас встала сейчас модем по идее должен уже определиться как сетевая карта потому что здесь хайлинк прошивка так эту сетевую карту отключаем чтобы она не мешала так и вторая сетевая карта у нас появилась так теперь нам нужно зашить веб-интерфейс но сначала открыть порты так у нас 11 все открывалка отработала сейчас должно появиться порты порты появились шьем веб-интерфейс упрощенный сейчас я все это дело проделываю без сим карты но хотя это не так уж и принципиально ждем с так веб-интерфейс прошился сейчас попробуем подкинуть сим карточку хотя бы просто для того чтобы убедиться что модем увидит оператора снизу я буду придерживать чтобы она там чтобы плата так сказать от сим карты не отвалилась потому что тут плата фактически она сама на себе даже толком не держится так подключаем и сейчас посмотрим что будет сейчас должна появиться сетевая карта так видно моргание сетевая карта появилась уже неплохо а вот что-то оператора он видеть не желает так ну-ка в веб-интерфейсе что он там нам говорит так сейчас сюда переправим на 1.1 так не понял у нас что так у нас неопознанная сеть непорядок отключаем отключаем подключаем заново так и здесь у нас модем заморгал синим то есть оператора он вроде бы как увидел так так увидел но здесь у нас только юмтс но уже неплохо в принципе понятно почему юмтс есть у меня предположение на этот счет сейчас подкинем немножечко другую сим карту потому что это так сказать специальная так подкинем обычную мегафоновскую и вот на ней он уже должен вроде бы как завестись нормально надеюсь так веб-интерфейс пока свернем будем сейчас наблюдать так сетевая карта появилась как у нас там определение идет о есть контакт соединение с интернетом установлено ну то есть модем кое-как с горем пополам реанимирован но восстановление айма и фиксация ттл я в рамках данного видео рассматривать уже не буду на этом у меня все самое главное что модем теперь подает признаки жизни и более менее заводится на этом у меня все подписывайтесь на канал ставьте лайки и дизлайки и до скорого